Министр сельского хозяйства Эдарбек Сапаров с рабочим визитом посетил Кустанайскую область. В ходе поездки глава ведомства ознакомился с состоянием урожая на полях Алтенцаринского, Карасузского и Сырикольского районов, а также провел встречу с руководителями агрокомпании. В связи с погодными условиями 35% пшеницы на полях области проросли. Для поддержки местных аграриев из-за республиканского бюджета будет выделено 16,9 млрд цинге. Подробности в репортаже моих коллег. Одним из первых министр сельского хозяйства посетил поля Алтенцаринского района. Сейчас местные ТО убрали 30% урожая. Большая часть зерна имеет невысокое качество. В связи с дождливым началом оборочной кампании 35% посевов на полях региона проросли. Убранная пшеница относится к пятому сорту или является бесклассой. В Алтенцаринском районе 35 тысяч гектар пшеницы проросли от влажности или проливных дождей. Это 24% от общей посевной площади района. В связи с сложившейся ситуацией правительство страны приняло ряд мер по поддержке агрария в области. Им будет выданы дополнительные объемы дистоплива для работы сушилок. А также продлены сроки для выплаты кредитов по лизингу, технике, льготному кредитованию. То, что обещали на селекторе, на брифинге, я говорил, что первое, это дистоплив дешевле для всех, не только для элеваторов, у кого есть сушилократы, тем тоже. Сейчас уже система заработала, подавайте заявки, мы это выделим. Второе, то, что вам, может быть, пролонгацию не надо, кому-то другие, может, пролонгацию нужны. Поэтому пролонгацию тоже я с ними совещание провел, оперативный штаб, они в курсе, знают, с каждым хозяйством будет отрабатывать. Пролонгацию будет. То, что касается АКК, Казаграфинанса, по лизингу, где-то вы не будете успевать. Также и по продкорпорации. Третий вопрос, семенной фон, вопросы тоже есть, несмотря что, я понимаю, сортосмещение есть на элеваторах, но завтра, если проблема будет с семенами, тоже то, что у нас сухое зерно есть, в которых не прошло сушку, мы тоже хотим там провести, взять тромбы, проверить на вскоре, на чистоту, тоже семенной фон свой сделаем. На всяком случае, мелким крестьянам хотя бы раздать. Для того, чтобы сохранить урожай в данных условиях, его нужно просушить. Для этого в районе имеется 9 сушилок, мощность каждой 200 до 300 тысяч тонн зерна в день. Также влажное зерно на хранение и сушку АГРАИ отправляют на местные элеваторы. Руководители ТОО говорят, что с пресса, со сложившейся ситуацией, смогут собрать урожай зерновых. Главное – поддержка и помощь со стороны государства. Мы понимаем, что это, ну, во-первых, это бизнес. Если мы где-то зарабатываем, это мы берем риски на себя, мы считаем, мы закладываемся на определенные риски. Но на такие риски, как в этом году, мы абсолютно были не готовы, никогда не закладывались. Но я думаю, что со всей этой ситуацией мы справимся. От вас, ну, от Министерства сельскохозяйства, ну, прежде всего, хотелось бы помощи в каких-то определенных моментах, которые решаются абсолютно, я думаю, что легко, пользуясь тем, что сегодня здесь находится. Там было, ну, к примеру, мы по форму сейчас должны 9 тысяч тонн, по форму закупа должны 9 тысяч тонн пшеницы. Основная сейчас проблема, основная проблема не того, что, ну, не то, что, там, проросшее, там, качество разное. А основная проблема – это сохранить урожай, то есть, ну, просушить его. Также Эдербек Сапара посетил поля Карасутского района. Местные аграрии убрали урожай с площади более 200 тысяч гектар. С полей намолочено 254 тонны зерна. Из них половина относится к 4-5 классу качества. Наиболее сильные дожди шли на севере района. Сейчас принимаются меры по спасению урожая, его быстрой сушки и складированию на таках. Самое главное – семена, семена Савана. Будем сейчас смотреть, и менее проросшее. Будем что-то сохранить, наблюдать, иначе кто не знает, что это семена будет. Ну, боремся с этим. Сейчас все, что хорошее, откладываем в семена. Поэтому уборка идет. Процентов 60, наверное, мы уже убрали. Взгляд за свою компанию. Где-то 3 компаний 100% прошло. Одна компания 40%. И одна компания, и с гладерами, вообще не прошло. В Сарокольском районе министр сельского хозяйства знакомился с работой местного элеватора. К слову, он круглосуточно принимает зерно аграриев для дальнейшего хранения и сушки. В комплексе работает 23 хранилища для полной обработки прибывающей пшеницы. В лаборатории при элеваторе специалисты проверяют новые партии зерна на качество. Исследуют его свойства, порог допустимой влажности, определяют классовость. В пределах 14,5 до 16, можно сказать, влажность. Но есть, конечно, 18 и 19 влажность. В начале, когда приемка у нас после дождей, и было и 20, и 22. Ну, сушевые агрегаты работают, да? Да. И столько баров-баров, и топлива есть. Да, и не поднимали все те же услуги. В период угорода нам еще не поднимали. Из 4 миллионов гектар посевных площадей пшеницы в регионе 1 миллион является проросшим. Министерством сельского хозяйства и правительством страны приняты меры по поддержке сельховоспроизводителей региона. Агрейд дополнительно получит 11 тонн льготного дизельного топлива. Его стоимость не будет превышать 250 тенге за литр. Также будет уменьшена кредитная нагрузка на наиболее пострадавшие хозяйства. Дмитрий Волшута, Алжас Синжигитов, телеканал Кустанай.